Какая же песня без баяна, Какой же завтрак без Роксаны? Доброе утро, мои дорогие! Мы сегодня снимаем «Завтрак страны», историю, которую мы изучали ещё в школе. У нас в гостях сегодня повар из ресторана «Зура» Паша Павел. Давайте мы обратимся к телезрителю и расскажем, чем мы сегодня их будем удивлять. Мы готовим на завтрак нашу астрийскую древнюю блюду Трейда. Я вижу компоненты у нас чищены. Два огурчика маленьких, да? Да. Это стручковый зелёный перец, две зольки чеснока, кинза, укроп, зелёный лук. И это что это? Это кефир. Кефир обычный, да? Да, ну, в общем-то, мы делаем с мацони. Ну, хорошо. Дайте мне лук сам и зелень. Пожалуйста, тебе и зелень. А скажи, пожалуйста, это старинное блюдо или новое такое? Нет, старинное, это очень старинное блюдо, передается поколению и очень помогает с похмелью. Внимание! Паша советует, если вы вечером были в гостях или дома у вас было какое-то такое застолье очень бурное, а утром надо спешить на работу, обратите внимание на этот салат Трида. Рекомендуется с похмелья. Ты вообще пробуешь это блюдо, любишь его? Ну, очень даже. Ведь часто, особенно летом, когда жара, с утра, знаете, так помогает хорошо. То есть из них даже... Настроение, аппетит. Понятно. Значит, даже если ты не с похмелья, а просто жара... Да, даже просто... То можно тоже использовать. Да, очень даже. Ну, хорошо. Значит, мы уже все практически почти подготовили. Я тебя прошу, только немножко перца, ладно? Хорошо. Очень страшно. Я буду дальше... Что, очень глупо? ...продолжает разговаривать, да? Очень острый. Очень острый, конечно. Очень острый. Значит, мы обратили внимание на то, что он универсальный этот салат. Он может быть и как утолитель жажды, и потрясающее лечебное свойство имеет. Ну, посмотрим. Дико изинтриговал меня Павел. Зима, но мы легко можем почувствовать аромат цветущего лета. В этом нам поможет бальзам битнера, в состав которого входит более 20 целебных растений. Регулярное применение этого препарата улучшит обмен веществ и повысит ваш иммунитет. Добавьте бальзам битнера в чай, воду или кофе, или просто принимайте его как микстуру. Ну, давай, я тебе даю ложку, да? Да. Перемешай все. После того, как мы щенкуем вот эти зелень, огурцы, добавляем кефир. И перемешаем. И перемешаем. У нас салат готов. Еще что, тебе соль надо? Подайте, пожалуйста, все равно соль. Потом добавляем соль. Урывайся. По вкусу. Стрин у нас все закончено, все понятно. И сейчас я это попробую. Я положу ложечку. Вот, достаточно. А это надо ложкой, да, пробовать? Да, ложкой. Ну, ничего, что ты такая большая. Ну, ладно, ничего. Я попробую. Ничего. Должу ложечку. Большому куску и рот радуется. Ну. Хорошо. Попробую. Очень вкусно. Итак, мы напоминаем, что салат Трида состоит из мелко нарезанной зелени, острого перца по вкусу, дольки чеснока. И все это заправляется кефиром. Желательно охлажденным. И, мои дорогие, сегодня я как бы отступаю от правил и обращаюсь не к милым хозяйкам, а к господам мужчинам. Возьмите это себе на вооружение. Я думаю, что это вам пригодится. А на завтра приготовьте следующие продукты. Листик мацы, молоко, сельдь, вареная морковь, яйцо, репчатый лук, перец, соль. Рецепты наших завтраков в журнале ТВ Парк.